Продолжение следует... Доброго времени суток, друзья! Сегодня мы поговорим с вами об уникальной игре, которую сейчас разрабатывает команда энтузиастов. С одним из них я знаком еще со времен моего активного участия в фанатских проектах Wing Commander. Человека зовут Ховард Дэй, и он и его команда ведут разработку олдскульного космосима по всем канонам этого жанра. Олдскульство игры заключается не только в подходе к геймплею, нет, но и в технологических моментах, к которым прибегли разработчики. Но давайте обо всем по порядку. Что такое Wings of St. Nazar? Это ориентированный на боевые действия космический симулятор, созданный в лучших традициях оригинальных Wing Commander, X-Wing и TIE Fighter. Если вы в прошлом большой поклонник игр названных серий, то вас однозначно должен заинтересовать этот проект. Однако и молодому поколению игра будет весьма интересна, так как в данный момент это пока единственный на рынке космосим такого направления, и безусловно, качество исполнения. Игра создается с идеей простоты геймплея, что было свойственно олдскульным космосимам, однако наделена рядом тонкостей, которые добавляют комплексность управления игры. Речь идет о том, что любой желающий может сесть за штурвал звездолета, вылететь в космос и начать крушить вражеские корабли. Управление интуитивно понятное, а интерфейс максимально легок для освоения. Однако, ваш звездолет это все же комплексный корабль, и если вы хотите постичь мастерство управлением, то вам придется пользоваться разными видами оружия, ракет, системами распределения энергии и переключением щитов. Эти, казалось бы, базовые элементы и создают ту комплексность, которая потребуется, чтобы стать мастером в игре. Название проекта можно перевести как «Крылья Сен-Назера», или, если углубиться в геймплейную составляющую, то «Эскадрильи Сен-Назера». Сен-Назер – это французский портовый город на западе Франции. Во времена Второй мировой войны являлся одним из ключевых полей боя, и прежде всего известен тем, что там состоялось огромное сражение за сухой док, известное как «Рейд на Сен-Назер» или «Операция Колесница». Кому интересно, можете почитать в интернете. В игре в честь этого города назван «Авианосец», отсюда и название игры. По правде сказать, не могу согласиться с именем, лично для меня звучит не очень броско. Но на вкус и цвет, как говорится, все фломастеры разные. Здесь главное не имя, а как эта вещица играется, а играется она чертовски приятно. Действительно, создается чувство классического космосима. К слову, попробовать игру может любой желающий, ссылку вы найдете в описании к видео. Сейчас в игре немного функционала, можно полетать на разных кораблях и пострелять по вражеским звездолетам. Однако этого достаточно, чтобы понять, в каком направлении проект двигается. Видео, которое вы видите, это нарезка из моих полетов. Но давайте поговорим чуть более про техническую часть. Вы, наверное, заметили, что игра немного пикселизована. И это так. Данная графическая составляющая – это одна из фич игры. Знаете, как металл специально старят в декоре, чтобы придать ему вид старины? Так и здесь игра использует оригинальное разрешение 640 на 400 пикселей, которое потом растягивается на весь экран. Это создает определенный стилистический вид пикселизованной графики. Кому-то, возможно, это не понравится, но, скажу честно, когда начинаешь играть, как-то даже цепляет. В этом реально что-то есть, и чувство олдскула становится даже еще сильнее. Создается проект на мощностях движка Unity 3D. Движок достаточно известный и часто используется в мультиплатформенных проектах, начиная от персоналок и заканчивая планшетами. Более того, мощности Unity позволяют поддерживать игры в браузере, и ссылка в описании к видео на альфа-билд игры – это как раз ссылка на билд, в который можно поиграть в браузере. Не пугайтесь, вам действительно понравится. Конечно, Unity – это не CryEngine или Unreal, но, как вы понимаете, для той стилистики, которую разработчики выбрали для своей игры, его хватит с головой. Все современные технологии движок поддерживает. Однако стоит и еще кое-что сказать про технологическую составляющую. На первый взгляд это может быть незаметно, но игра использует спрайты. Да-да, вы не ослышались. Корабли, которые вы видите, кабина, взрывы, выстрелы, мусор – это все спрайты. Каждый звездолет противника состоит из более чем 500 спрайтов. Благодаря этому создается ощущение того, что корабли трехмерны. Однако в игре есть и трехмерные вещи в реальном времени тоже. Это большие и крупные корабли. Авианосцы, например. Использовать настоящие трехмерные модели обязывает ситуация. Технология спрайтов такова, что невозможно только при помощи скейлинга создать иллюзию большого трехмерного объекта. Все равно под разными углами, когда пролетаешь мимо, будет заметна неестественность отображения. Поэтому разработчики приняли решение, что все крупногабаритные объекты в игре – авианосцы, фрегаты, дестройеры, станции – все это будет исполнено в виде настоящих трехмерных моделей. Могу сказать только одно – однозначно грамотное решение. Без вариантов. В игре предполагается набор миссий в массиве сюжетной кампании. Но это пока планы на будущее. В данный момент разработчики оттачивают геймплейную составляющую. Ведь кроме полетов в космосе, в игре предполагаются атмосферные полеты и выполнение миссий над поверхностью планет. В той же стилистике, что и космическая часть. Как вы понимаете, это еще один огромный слой работы для программиста. Однако то, что ребята демонстрируют общественности, заставляет замиранием сердца следить за этим олдскульным самородком. Уровень исполнения показывает, что продукт на выходе должен получиться А-класса. В жанре космических симуляторов, без сомнения, Wings of St. Nazar займет достойное место, когда увидит релиз. Дата релиза пока не объявлена. Поэтому сказать, когда это произойдет, не представляется возможным. В данный момент разработчики позиционируют свой проект как абсолютно бесплатный. Однако не исключают, что в будущем могут попросить некую сумму за свою игру. Но стоимость игры явно не будет на уровне сегодняшних проектов. Цена будет гораздо ниже. Это они обещают. Ну что ж, посмотрим. Кстати, разработчики планируют выйти и на Kickstarter для привлечения дополнительных средств на разработку. Поэтому, если проект вам понравится и вы захотите поддержать ребят своими кровными, то следите за новостями на их официальном сайте. Ссылку также найдете в описании. Платформами, на которых состоится релиз, были названы Windows, macOS и Linux. Также разработчики планируют поместить игру и в Steam для охвата большей аудитории. Ведь, как известно, электронная дистрибуция процветает сегодня. Консоли из планов они не исключают, но ставят их последними в очереди. В целом, по моему скромному мнению, игра заслуживает внимания. Уровень проработки уже сегодня сырого альфа-билда показывает, что нас ждет достойный проект. Проект, который действительно может быть назван маленьким шедевром современного олдскула. Но время все расставит по своим местам, конечно. Посмотрим, что будет происходить дальше с проектом и следить за его ростом. Лично я буду ждать выхода этой игры. Мне геймплей чертовски понравился. Надеюсь, и вы оцените труды всего лишь троих отчаянных, но очень талантливых ребят, которые делают игру по всем канонам классики космических симуляторов 90-х. С вами был Сайбериан. Подписывайтесь на мой канал и играйте только в хорошие игры. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok